Не просто складывалась подготовка к этому турниру, но после фиаско на чемпионате мира и после того, как тебе не удалось вернуться домой с медалью, было делом принципа на вот таком крупном турнире. С одной стороны отобраться на чемпионат Европы, а с другой продемонстрировать, что ты по-прежнему лидер, лидер мировой борьбы. Да, конечно, на чемпионат мира не удалось завоевать медаль, особенно золото, ну я сюда принципиально готовился, хотел хорошее ждать, показал, я думаю, показал хорошее результат, не такой хорошей формы, но потихоньку набираю. Спасибо Красноярскому, столько болельщиков, как будто дома боролся. Как тебе Мехтиханов, чем понравился, чем запомнился? Он Мехтиханов набирает каждый днем, хороший, перспективный парень, я думаю, еще не раз встретимся. Какие сложности создал он в этой свадьбе? Не давал работать мне, но как-то я старался, но есть над чем работать. Ничего не отличается, просто соперники разные, стили разные, а так, оба хорошие парни. Да, вот такое ощущение, что довольно легко для вас турнир сложился или нет? С остальными днями как будто легко, когда на коврю ходишь, борешься, там совсем другое. Для кого вам опять подняться на то, чтобы выступить не стало и рыкинского турнира? Еще разом. Для кого опять стать чемпионом? Это приятно, после проигрыша хотелось вернуться, вернуться в золотую медалью в начале года и первое место, это очень радо. Саур, ты по-прежнему с фотографией Мечича утро начинаешь? У тебя на телефоне вроде фотография Ставиана Мечича была? Ну, не фотографии, фотография есть, но есть мотивация. Чтобы разошлась? Да. Саур, лично для каких целей ты сюда приехал? Поддержать форму или все-таки доказать всем остальным, что вы до сих пор первый номер? Ну, приехал побороться, доказать, что еще первый номер и хочу дальше реализировать в этом месте. Саур, а вот насколько вы туда перевязываете? Рука мешала бороться. В первой схватке я получил травму. Я думаю, когда уже на кору ходишь, особо внимания на это не обращаешь, но есть боли, я думаю, пройдет дело в рак. Было много примеров, например, Александр Карелина, который боролся со сломанным ребром. Вспоминал ли ты эти примеры, чтобы почувствовать, что у тебя не самый тяжелый случай? Конечно, это мелочь. По сравнению, такие травмы были, которые говорили. Я думаю, это мелочь. Паур, ну и еще такой вопрос. Насколько сейчас вот эта форма, ну не то чтобы близка к оптимальной, насколько ты ее оцениваешь позитивно с учетом того, что год олимпийский и до олимпиады еще 7 месяцев осталось? Я думаю, 50% только набираю. Были болезни, рамы, такие микро. Как-то полноценные тренировки не делал. Я думаю, это вот здесь, когда я поборолся, я думаю, это хорошая форма, я наберу по тихому. Ты еще не был чемпионом Европы ни разу. Странно, да, звучит? Вот и отличная возможность побороться в Румынии на чемпионате Европы и восполнить пробел. Я думаю, к Европе хорошо подойду и золото будет за нами. Бухарест-2024 для тебя с чем ассоциируется? Что-нибудь знаешь про Румынию? Нет, скоро узнаем. Румынию?